Главная международная новость часа. Москва и Вашингтон возобновили прямые контакты по сирийскому вопросу. Российский министр обороны и глава Пентагона по телефону обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Как сообщает прислужба Минобороны, беседа Сергея Шойгу с Иштаном Картером длилась около часа. И что особенно важно, по большинству рассмотренных проблем, а это прежде всего противодействие международному терроризму, мнения сторон близки или совпадают? Чуть ранее наш МИД подтвердил, что Россия готова к диалогу с США, отметив, что заинтересованы в этом обе стороны. И это реакция на сегодняшнее выступление Джона Керри. В Лондоне госсекретарь заявил, что Барак Обама считает переговоры с Москвой необходимыми. Президент считает, что переговоры по военной теме важный следующий шаг. И будем надеяться, что они состоятся очень скоро. И помогут определить некоторые из различных доступных для нас вариантов для будущих действий в Сирии. Однако при этом Америка исключает долгосрочное участие законного сирийского правительства в политическом урегулировании и борьбе против ИГИЛ. И это несмотря на то, что сам Башар Асад неоднократно озвучивал свое намерение привести страну к мирной жизни. В интервью российским журналистам прямо говорило о готовности объединяться со всеми, кто против терроризма. Мы обязаны объединиться во имя противостояния ИГИЛ. После того, как с ИГИЛ и другими террористами будет покончено, можно будет обсуждать требования курдов и некоторых курдских партий в общенациональном формате. Никаких запретных вопросов не существует, пока они остаются в рамках единого сирийского государства, народа, границ, соответствующих духу борьбы с терроризмом. Пресс-служба Кремля сегодня заявила, что Россия готова будет рассмотреть просьбу Сирии о военной помощи, если такое обращение поступит. Правда, как отметил Дмитрий Песков, говорить о такой возможности сейчас преждевременно и сложно, пока к Москве с подобной просьбой Дамаск не обращался.